МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это самое буйное сховище не только в Гомельской области, но и во всей Беларуси. Могутностью свыше 20 тысяч тонн. В комбинате у схода разумеют. Головное не только отримает добрый урожай, но и заховать его. Сховище побудовано 4 года тому. Различено на заховании 22,5 тысяч тонн садовины и Городнины. До речи, тут находится 80% городского стабилизационного фонда этой продукции. Что год, в комбинате у схода являются новые технологичные линии. Например, про сгету сортировки и фасовки за смену проходит 60 тонн бульбы. А кроме того, специальный режим позволяет отримавливать уже мытую Городнину. Делаем фасовку любого размера от килограмма 3, 5, 15 и 25 килограмм. Это оборудование способно фасовать, тарить и само улаживать на палет. Уникальная для нашей краины и суместная распроцовка белорусских и голландских навыковцев. Она дозволяет подтримливать необходимую температуру сховища без специального холодильного обсталивания. У компьютера вводятся потребные для захования садовины и Городнины температурные параметры и система самостоянно их подтримливая. Дякуя тому, что сельско-господарская продукция заховывается в идеальном выгляде, поинобойте затекавлены замежные импортеры. Так, зараз 70% мяса Городнины продается замежу – в Россию, Молдову, Украину, Сербию. Худко будет заключенный договор и с Польшей. Олег Голуны – забеспечить свой регион, а Яше – привабливать покупника презентабельным внешним выглядом плодоогородненной продукции. Рынок диктует свои условия, и производители переходят на поставку продукции, полностью подготовленную к продаже в торговую сеть. Что это имеется в виду? Мытая, калиброванная, расфасованная. Мы видим с вами, что поступает картофель, чищенный, поступает готовая к употреблению уже свекла. То есть на сегодняшний день это следующий этап в обеспечении внутреннего рынка овощной продукции. И в принципе вот этот вопрос закладки, он актуален, потому что это продукция сезонного производства, и соответственно должна иметь условия для хранения, и мы должны иметь объемы для поставки этой продукции в течение всего года. Сироты, кто займается вырошиванием садовины и городины в промысловых масштабах, все больше фермерских господарок. И частей за всеми на Витаяны распрацовывают маркетинговые решения для продажи продукции в больших объемах. А затем их переймают державные колгасы и комбинаты. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Валерий Гопанько, телеродо и компания «Гомель». Силами юных гомельских краезнавцев про место похования своего свояка доведались ажихары далекой полношной Осетии. Еще недавно родные холанбека Зукорова ведали про его только то, что в годы войны он пропал без весток на территории Беларуси. Светло на гисторию большим 70-годовой доунины пролили выхованцы шмат профильного центра додатковой эдукации детей и молодей города Гомеля. С подробностями Ганна Ковалева. Это братское похование находится в Гомельском районе. С покой тут сдобыли неколькие сотни солдат. Однако на мемориальной плите имена только восьми из них, от места похования яких никто со своякул не видел. Так было до этого дня. Звучайные гомельские школьники-миротворцы середней школы номер 27 отшукали родных одного из похованных. Каланбек Зукора, уроженец полночной Осетии, измогался за вызволение Гомеля. В боях за город 25-годовый солдат загинул. Их уродные отрымали поховальный лист с пометкой «Зник без весток». Про 72 годы племянники Халанбека с допомогой гомельских миротворцев нашли место похования своего дядьки. Вот у нас фотография, которую прислали из Северной Осетии два брата. Вот старший брат Саланбек и младший Хасанбек. Вот этот младший брат, он похоронен здесь. А вот у нас такая фотография, здесь семья. Родственники, которые собрались, встретились, вот все видите, что очень как бы активно, никто не проигнорировал. Они приехали, приехали племянники, приехали внуки. Как знайсти свояку, Халанбека Зукорова, звездки про яку, гомельские миротворцы, накировали своим юным коллегам в ауладе Калкас и у сродки массовой информации о Сетии. На шасти материалы трапили удержанную телекомпанию «Алания». Впраз месяц гомельчане отримали отказ. На совесть вышла племянница солдата, который загинул за Гомель. Еще один текавый факт, а кроме Халанбека, у доброохвотники, пошел и его старший брат. По некоторой информации, он так само пропал без весток на территории Беларуси. Однако, где миновито, еще треба будет высветлить. Если будет мир, будет жизнь. Поэтому главная наша задача еще раз молодому поколению показать, что война – это самое страшное, что может быть в мире. Поэтому они установят связи. Дети – это послы особого склада. Когда они возрастают, конечно, они же не будут друг в друга стрелять. Они будут делать все возможное, чтобы был мир и дружба на планете. Зараз выхованцы шмат профильного центра додатковой адукации «Дети и молоди» ведут пошуковую праць в удочинении до инших солдат. Среди них есть уродженцы Украины, Башкортостана, Казахстана и инших краин. На один момент запыты на кированы у Ярославского и Курску в области и Махчима уже праздникальки тыдня. Свояки еще двух загинувших солдат доведаются про место похавания своих героичных протков. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У знаковых годов 70-х годов за перемоги протягивать гушать особливые слова подзяки тем, дякуючи кому мы означаем черговую великую годовину. Были выпущены специальные юбилейные боевые узнагороды и не только в Беларуси и России. Медаль Шехии за перемогу в Другой Сосветной войне отримал ветеран уроженец Мазырского района Сергей Андреевич Машков. У Слободской больницы незвычайные гости, причем при полном параде. Мета-визиту вельми урочистого уручения мясовому пациенту, ветерану Сергею Андреевичу Машкову, узнагороды Шехии. Гета-черговое дяку за великую перемогу. Приказом министра обороны Чешской республики вы награждаетесь медалью 70 лет окончания войны. Западная Украина, Чехосолакия, Янгрия, Австрия И до Дерлина. Сергей Андреевич скончил сего пару классов. Географию выучал не по книжках и картах, а подчас вызволения света от немецких фашистских захопников. Воин-пероможца сдался только в прошлые годы, да и то перед суперниками, с якими никто не может суладать взрослым и хворобой. Шаргова узнагорода додалает равную силу бодерости. На жаль, с каждым годом становится все меньше людей, яким мы обовязаны, будучи ней под мирным небом. И тому так важно выказать им подяку, пока ульяны живые. В год 70-летия окончания Великой Отечественной войны указан президент Республики Беларусь, все ветераны были награждены медалью 70 лет окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 год. Также поступили медали из Российской Федерации, от президента Российской Федерации. И поступают медали из стран бывшего Содружества. Вот на сегодняшний день это медаль от Чехословацкой Республики. Виктория Синицкая, Светлана Грудько, Юрий Горобец. Телеканал Мазыр специально для телерадио-компании Гомель. Засемь недавно Гомельская центральная городская библиотека имя Ерцина вырошилась девить своих наведовольников и запустила в сенах установить захопляльный литературный квест Антиутопию. Зараз и она обвестила конкурс на лепший выник прохожение интеллектуального лабиринта. Это независимый забавляльный адукационный проект «Пригодницкая гульня», основная задача у дельников, которой – найти выход с закрытого помешкания. Тут размешаны девять локаций у каждой своей уникальной задании. В метах безопасности у дельников постоянно сопровожает супрационник библиотеки. На прохожение квеста дается одна година, а по вынику лишивается худкость переодволения всех пирожков. На этом-то дневушной месередней школы номер 44 имя Миколая Лебедева был поставлен первый худкостный рекорд. И он с Клаукарху больше за 40 хвилин. Мне понравилось, что разрисованы стены, разные устрашающие знаки, то висельница, то надписи страшные. Когда нам просто говорили, нам говорили квест, но мы думали, что мы будем в одной комнате искать выход, а тут целый лабиринт с загадками. В целом литературный квест у стеногомельской центральной городской библиотеки Мяя Ерцина уже поспехово передолили больше за 10 команд у дельниц. К обзнасти выход им потребовалась кемливость, оперативность и умение працевать в команде. Треба значить выники конкурса, будут подведены у концы Снежния, и команда переможца отримает приемные призы. В Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны прошла творческая встреча студентов с головным редактором московского шасописа «Юнацтва» Валерием Дударевым. Напередо дни литературных славянских встреч поднимались питания с ужасной литературы и перспектив друкованных СМИ. «Юнацтва» – уникальный литературно-мастатский шасопис, который не испынял свою деятельность с 1955 года. Все лето вышел вдруг 719 номер выдания, девиз которого у каждого юнацтва повинно быть свое юнацтва. Головный редактор Валерий Дударев на конференции у Гомеля пропоновал до обмеркования найденное питание об уплыве интернету на лёд с друкованных СМИ. Означил, что для шасописа «Сусветная сетка» только техничный сродок, а не пляцовка творчести. В интернете мы размещаем журнал. Его можно найти, можно прочитать, есть сайт. Но это не значит, что мы ушли в интернет. Мы это воспринимаем как просто доступность. Основной темой вядома была сушасная литература. Валерий Дударов упевненный. Электронные гаджеты не вытеснят с друкованной книги, хоть бы тому, что у электронную книгу немогшима усталявать знак «Копирайт». А это уже о пытанне ауторского права. У Гомельским палацово-парковом ансамбле открылась выстава «Квест» у гостях у Каски. Это уникальная интерактурная экспозиция, будет интересной всем – малышам, детям, школьного взрослого и даже дорослым. У каждого из нас живет дитя, якое мараця пынуться в свете вядомых казок, мультфильмов або киностужек. Пирожить незабывные пригоды с их любимыми героями зараз можно в Палаце Румянцевых и Паскевичев. Вероника Ворошилина с уроженными Адубашиного. В залах Палаце Румянцевых и Паскевичев зараз под одним дахом мирно соседничают герои вядомых советских и замежных мультфильмов казок и киностужек. Гостей выставы сустракают «Заяц и волк» «Знупа Гадди», «Доктор Айболит», «Кашенис Мяоротный», «Баба Яга», а так само суцветно вядомые персонажи кассовых фильмов «Пираты Крыбского моря» и «Аватар». Фрагмент казки «Червоная шапочка» и «Алиса» украине цудов, как и все остальные уникальные экспонаты, привезенные у Гомель из Санкт-Петербурга, пероносит на ведвольника уча ровный свет детинства. Мне понравилась эта выставка. Я увидела многие экспонаты. Они были из разных мультфильмов. Это помогло мне окунуться в детство. Здесь мои любимые мультипликационные герои, в том числе «Губка Боб», «Смешарики», «Бэтмен». Мне очень нравится эта выставка. Он вспомнит свое детство, все, что было в моем детстве. Отправиться у «Займальное подороже» у «Свет детинства» на выставе у «Гостях у Казки» дозволяют не только яркие притягальные экспонаты, а и добрые детячие песни советских мультфильмов, которые тут звучат. Одновить в памяти любимые мультфильмы и «Казки» на выставе так само можно, поглядевши их в специально обсталеванном музейном покое. Тут же можно перенести в образы дорогих сердцу героев на папиру, скорыставшись при этом рознокольоровыми алоуками, ручками и размалевками, подрихтованными супрацовниками Гомельского палаца в Апарковых ансамбле. И самое главное на выставе – нема обмежевания для аматоров фотографовать свои наибольшь яркие, житевые моменты. Каждый ребенок, который посещает эту выставку, он может пофотографироваться с персонажами. Они более для него доступны. У нас зоны для фотофиксации буквально повсеместно. Окунуться в незабывную атмосферу «Казки» и побывать у кадры популярных кинофильмов у Палаца Румянцевых и Паскевича можно до середины лютого. Организаторы невыпадково обрали для проведения выставы у гостях у «Казки» зимовые месяцы, які супроводжаются новогодними и колядными святами. Бо это часть судов и чаровництва для детей и дорослых, что, зрешто, з'является и головной концепцией экспозиции. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Огомель». И на этом поколе все за развитием подей, сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До побачения.